Иди вселительный, и очисти нас, как нескверный, и спаси блажа души нас там. Господи, благослови предстоящие занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания божественных словств, и пребудь с нами и все вечер благодатны. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Первое послание Иоанна, 3 глава, 23-24 стихи. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Толкование. Слово «та» должно разуметь в значении причины именно так, потому что заповедь Его есть веровать. Так как мы имеем заповедь веровать во имя Иисуса Христа, Сына Его, и любить друг друга, и мы сделали это, то отсюда и узнаем, что благодать Духа Его, которого Он дал нам, утвердилась в нас. Нужно знать, что выражение «веровать во имя Господа нашего» употребляется во многих местах Писания. Что же значит «имя»? Конечно, не иное что, как волю Его, славу, честь. Например, в словах «велико имя Твое по всей земле» Псалом 8, 2 стих, оно означает «славу и честь». А в словах «покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа» Деяние 2, 38 означает «волю Его». «Какая же воля Господа Иисуса? Крестить все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа». Матфея 28, 19. Господь заповедал нам любить друг друга с истинным расположением. Когда же? Когда сказал «как хотите, чтобы поступали с вами люди, так и вы поступайте с ними». Лука 6, 31. «Если мы любим, чтобы ближние наши имели к нам истинное и бесхитростное расположение, то и сами должны иметь к ним совершенно такое же расположение. А как это заповедь Господня, то когда мы пребываем в Нем, тем более Он дарует нам самого себя. Ибо Он не может отречься Сам Себя, то есть нельзя допустить, что Он напрасно дает нам заповеди свои и не оправдает их прежде всех Сам. Если же так, то когда мы исполняем заповеданное им без сомнения, и Он послушает нас в прошениях наших, и дарование Его будет твердо в нас. Целая мысль такая. Мы должны веровать во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любить друг друга истинно, как Он заповедал. Ибо соблюдающий заповеди Его в Нем пребывает, и Он в Нем. А что Он пребывает в нас, это мы узнаем по духу или дарованию, которое Он дал нам. И если оно пребывает в нас ненарушимым, то без всякого противоречия даяние Его будет неотъемлемо. Тогда же оно бывает ненарушимым, когда мы из заповеданного им нам о любви ничего не нарушаем по неродению своему. Пожалуйста, если есть у кого вопросы. Что, идем дальше тогда? 1 Иоанна 4, 1-2 стих. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Толкование. Разъяснив учение о любви к ближнему, указав в этой любви признак пребывания духа, которого мы получили, апостол теперь присовокупляет признак для различия истинных братьев и ближних, дабы мы, имея в виду это различие по поводу заповедей о любви, не вошли в близкие отношения со лже-братьями, лже-апостолами и лже-пророками, и тем не причинили себе великого вреда. Ибо, имея общение с ними, как единонравными, мы, во-первых, повредим самим себе, без опасения сообщая учения веры нечестивым и повергая святыни псам. Потом повредим и тем, которые преданы нам. Ибо любовь наша к лже-братьям, лже-апостолам и лже-пророкам многих расположить принимать их за учителей, без осторожности верить их учению, причем они вдадутся в обман из нашего обращения с ними. Какой же признак их? Следующий. «Всякий дух, то есть всякий, носящий звание пророка или апостола, который исповедует Господа Иисуса, пришедшего во плоти, есть от Бога. А который не исповедует этого, тот не от Бога, но достоинство его от Антихриста». Что вы и слышали. Апостол немного выше, по 2 главе 18 стихе, говорил, что в мире появилось много Антихриста, то есть предтечи Антихриста. Исповедание пришествия Христова во плоти должно совершаться не на языке только, но и в делах. Как говорит апостол Павел, «Сегда носим в теле мертвенности Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». 2 Коринфянам 4.10. Итак, кто имеет в себе Иисуса действующего, умер для мира, живет уже не для мира, но для Христа, и носит его не в Христовой только плоти, но и в своей собственной, тот от Бога. А кто живет не для Христа, но для самого себя и для мира, то есть для удовольствий мирских, тот не от Бога. Посему Павел и опять говорит, «Если между вами есть споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» 1 Коринфянам 3.3. «Поступающий по обычаю человеческому не имеет духа». Христова, то есть не живет по учению Христу, тот не и есть Христов. Пожалуйста, задавайте вопросы. Все понятно. Вопросов нет. Вот у меня вопрос. Чем отличаются лже-братья от еретиков? Есть ли какая-то градация? Или они похожи, что им задавать не надо? Минатихович, можете объяснить? Лже-братья, которые называются братьями, иеретики, тема различия. Ну и лже-апостолы. Расскажите о них поподробнее. Писание говорит об овцах и о волках. Десятая глава Евангелия от Иоанна. Разница есть? Есть и есть. Ну вот есть. А при чем? Ну, в первую очередь, пища. Какие у них зубы. Общество. К чему они склонны. И поэтому отличить православного теоретика можно по многим признакам. Даже внешне. Хотя бы он выдавался за профессора православного. В первую очередь, в церковь поставила эта вера во святую, единосущную, нераздельную Троицу. Это шесть столетий ушло на утверждение этого символа. Во Христе две воли и два естества. Вот это учение о Троице. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И сие три суть едина. Три на небе. Вот это первое. Далее, вот сегодня особенно легко отличить еретиков, что у них нет связи с апостольскими временами. Самозваные епископы ставят. Раньше их не было. Я еще помню, были старшие пресетера у баптистов. А сейчас они видят, так называют. Тогда говорили, там, как-то называли общины или как-то. А сейчас они прямо говорят церковь. Они все решили, одновременно все заговорили. Адвентисты, вот, и их, которые старшие, пресетера были, стали епископами вдруг называться. То есть сразу определить можно, кто рукоположил у них первого. И если нет никакой связи, это самые настоящие стопроцентные еретики. Но это не означает, что нужно драться с ними. Нужно, если Господь дает мудрость, и открыть. А то сегодня миссионеры знают только плевать все ходить. Они никакие, это шпана. Никакие они миссионеры. Миссионер касается души, вводимой Духом Божиим-то. А это говорит не о чем. И вот здесь определяется отношение к Святой Библии. Вот они сегодня бьются за разные переводы и прочее. Это уже говорит, что уже не православные. Какие тебе переводы нужны? Синодальный перевод один из самых, а может быть, и самый лучший перевод в мире. С такой тщательностью никто не переводил. Вот здесь же по-английски короля Якова. Ну, не он хотя переводил, но при нем. Там один человек. У Лютеран Мартин Лютер. Здесь четыре духовные академии. Самые лучшие переводчики, какие вообще когда-либо были. Как Давид Авраамович Больцин, крещеный еврей. Доктор филологии Лепсинского университета. Тут можно судить уже. Павский. Писал учебники для еврейских школ. И они находили самые точные слова. А вот если бы сейчас они явились и сказали, а мы перевели неправильно, мы теперь исправляем на тот текст. Вот мне говорят, вы поверили бы, конечно, нет. Ну, а как? Анафима им и все. Ну, а апостол Павел пришел бы и сказал, я вот ошибся, это не так, Христос не такой. Что? Даже мы или ангел с неба придет, Анафима. Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Что ты боишься-то этого? Ты прямо называй по священному писанию. Так и здесь. Они не исповедуют Троицу. Не исповедуют. Вот сейчас они, иконы это идолы. Это уже 7-й вселенский собор нахлопнул их. Иконы не идолы. Если она говорит, коны идолы, дальше не идет еретик. Отступись от него, чтобы не заразиться. Это так легко, икону порубить. Написать ее трудно. А чтобы отрубить топором и сжечь, ничего не надо. А это как шаг. Я с чем сравниваю это? Раньше принимали в банду, допустим, человек говорит, я хочу с вами быть. Ну, ему дают задание. Зайди в магазин, и там вот кто-то стоит около двигателя. Женщина прилично одета, видно, что она не из рабочих-то. Подойди и прямо в лицо ей плюнь. Но перед тем, как плюнуть, ты во рту какую-то жвачку держи, чтобы жижа текла. И сразу уходи, поворачивайся. Посмотри, что будет. Так она же ничего плохого не взяла. Тут не разговаривает. Если ты наш, то сказали зарезать, зарежь. Он не мог пройти первый шаг испытания. Вот так у сектантов. Первым делом им нужно плюнуть в церковь. То есть он вступил в эту сектантскую банду. Уже. Иконы, идолы. Дальше. Все до одного верят, что будет когда-то тысячелетнее царство. Господь восхитит верующих, воскресит верующих, а жизнь на земле будет продолжаться еще тысячи лет, и потом придет иконтий Христ. Вот это заблуждение, это марка. Марка сектантская, как шестизначная звезда на нем. Шестиконечная. Вот определить, как еретика можно. Очень даже. Не признают рукоположение, не имеют. Иконы и тысячелетнее царство. Это я для себя определил. Самое быстрое распознавание. Ну, допустим, переводчики говорят, Христа, пришедшего во плоти. А можно сказать, Христа, родившегося во плоти. А какая разница? Большая. Христа, родившегося во плоти, признают мусульмане два миллиарда, а пришедшего во плоти они не признают. Он просто родился от Марьяма. Марьям называют ее. Марьям. Он родился, как обыкновенный человек, но это пророк Божий. Божий. А почему так решили? Это другой вопрос, исследовать тебя, я буду целые уроки преподавать. У Данила Сысова, послушай там. Я специально занимался переводчиками. Звезда Востока, журнал советский, выходил в мусульманских республиках. Советский. Академия наук издавала. Там такие подробности описаны, не нападая. Не нападая. Вот Мухаммад Магомед, который был, то он был купец. Ну, женился на Купчихе, она лет на 20 старше его была. Ну, а потом этими делами заводился. Он был очень интересный человек. А то мы знаем, что головорез, там резал, там и прочее. Он слушался, кто что говорит. А рядом жили заоростристы, манихеи, христиане, еретики. И он от них это все слышал. А что слышал? Ну, в памяти он ничего не мог сказать. Дауд это Давид. Но слышал о Давиде. Ну, хоть один псалом написал. Нет. На это памяти не хватит. Он был очень любознательный. Если бы его о Господь обратил, то были бы миссионеры. Два миллиарда христиан были бы вот эти, вместо мусульман. Никакого Сирии, ни войны, ни Чечни бы не было. Вот почему так вина велика монахов. И как теперь понять? Очень просто. А они говорят, он родился обыкновенный, а от Марьям и больше ничего нет. Притом он, краем уха, слышал, что Марьям – это родная сестра Моисея. А между ними 1600 лет. И они на полном серьезе этому верят. Я говорю, да, он же Моисей, это 1600 лет раньше был. А это вы ошиблись, у вас испортили. То есть они не избегаются, мертвы стоят на этой буквы. И поэтому еретика определять очень хорошо священным писанием, потолкование святых отцов, по канонам соборной церкви. А есть такие еретики, что он живет, учится в семинарии, кончает, его ставят епископом, а он еретик, и никто не знает. И он умрет, и никто не знает, что он еретик. Похоронили его. А рядом хоронят одного, Косма называется, ну, Кузьма по-нашему. И он, когда его похоронили, и слышит, как он говорит еретику, уйди от меня, вонючий, провонял здесь лежишь. Ты тайный еретик был, из могилы обличил его. В могиле уже лежит, и в могиле обличил. Вот какие жития есть. Так что, чтобы беседовать, быть миссионером, ты должен знать самые тонкие их обороты. Где какое слово подставляют. Это огромные-огромные таланты надо иметь. А сегодня так, скопище, шпана, выползла на панель. Делаются злобные, непримиримые. Они самые еретики, самые настоящие. Миссионерский отдел, он, все должны быть закрыты. Потому что это все не от Бога. Вот как определяется еретик по разговору с ним. А если опыт есть, даже не спрашиваешь ничего. Просто говоришь, и так как бы наводящие вопросы. Но если нередко какая-то современная секта, то уже ты определишь, кто он. Баптист, Пятидесятник или Субботник. Но не православный. Поэтому держись за православную веру. Ничего точнее пока еще в мире не было. Хотя заблуждения, может, нигде столько нет, как в православии. Вот так. Ну а вот лжебратья, это кто такие? А вот лжебратья, которые называются братьями, натворят все, что угодно. Всякие пакости. Лжебратья, пьяницы, наркоманы. Все это православное. Не знают Писания. Ну, мало того, и лжебратья. Они врагами делаются. Они гонят Павла. Они гонят Иоанна Златоуста. Возьмите Феофил. Феофил. Патриарх Александрия. Северо-Африке. Иоанна Златоуста сверг. А епископы 47 проголосовали за свершение его. Дорогой он ссылку идет. Его подкарауливают на дорогах. Епископ Фаретри православный. Он так и остался православным. И Феофила никто не осудил. А он, ища братьев, три брата были, они высокие ростом, долгие, нанял воина, напоил и пошли. И они в поиске, пока искали по пустыням, зарезали 10 тысяч православных монахов. И его убившего 10 тысяч. Вообразить невозможно. Его никто не отучил, Феофила, ничего. Что это, брат? И самое интересное, есть еще Кирилл Александрийский, это святой. Он был племянник этого Феофила. Его церковь призналась святым. Но, когда коснулось записать в Диппихе, в поминальнике Иоанна Златоуста, он не записывал. Считал, что Златоуст не святой. А почему? Дядя Феофил, его родной дядя, патриарх, который 10 тысяч монахов зарезал. Ну, а теперь у православных разные видения. Божья Матерь там тогда сказала, запиши его. Вот так. Лже, братья. А чтобы определить истинный, неистинный человек, ну, даже просто сказать, пост не соблюдает. Ну, я не могу, это лже, братья. Великий Аполлос, это святой, и святой говорит о том, какая мерзость, когда люди не соблюдают Великий Пост. Уловлено сатаною. А таких в православии-то сегодня, может быть, больше половины намного. не соблюдают канона. Каждый день причащайся, каждый день исповедуйся. А живет в блуде. Ну, явное дело, что это уже не разбрат, это бандитизм церкви. Я его называю скотомогильник. Пришел к погибшим овцам Израиля. Так что, тут не только говорить надо, а знать и действовать. Лже, братья у нас были? Да, были. Они везде бузу, бузотерствуют, а потом уходят и делают со врагами. У нас были такие. И вот, а их можно определить? Не всегда. И Иоанн Богослов говорит, а они вышли от нас и через то обнаружил, что они все наши. То есть, пока были рядом с Иоанном Богословом в одной общине, он не мог даже сам определить. Но рядом ходил Иуда, его определили? Нет. А вот когда он вышел, тогда определили. И поэтому я не знаю, где, как, во всех местах, но как у нас в общине, долго он не продержит. Он обязательно проявит себя. Волк. Вот. Как, говорит, определить? Вот, допустим, волк надел овечью шкуру. И когда загоняет, хозяин решил узнать. Овечку, суки, она пригнула голову, заблеяла и побежала. А волк обязательно щелкнет зубами. Его стегни, обличи немножко, ты увидишь, что будет. Вот так определяется. Спасибо, Христос. Слава Иисусу. 1 Иоанна, 4 глава, 4-5 стихи. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире, они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Толкование. Теперь прибавляет. Вы, будучи детьми Божьими, победили их, то есть лжепророков. Почему? Потому что Бог, сущий в вас, больше того, кто в мире, по духу которого решились улучшить лжепророки. Потом дает им еще другой признак лжепророков. В том, что немало печалило простецов из самих верных. Некоторые из них, естественно, могли скорбить, видя, что тех многие принимают весьма усердно, а их презирают. Апостолы говорят. Не скорбите, если многие вас презирают, а их принимают. Ибо подобное стремится к подобному. Они от мира и говорят мирское, то есть учат плотским пожеланиям. Почему и слушатели имеют таких же, то есть развратные, развратные. А мы, будучи от Бога и удалившись от мирских похотей, становимся для них неприятными. Нас же слушает тот, кто живет целомудренно и посему знает Бога и готов слушать нас. Об этом и Христос говорит. Кто имеет уши слышать, да слышит. Матфея 11,5. То есть Он, Господь, свидетельствует, что тот имеет уши, кто приготовился слушать с покорностью. И на это место комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Покорность вере проверяется чем? Если мы избраны Богом, являемся Его овцами, то внутренние наш голос через навык обязательно подскажет истинную цену того, что мы слышим. У нас должна быть покорность в первую очередь Слову Божию, то есть Святой Вечной Библии. А все остальное мы должны проверять по ней. И если сходится с Библией, тогда слушать с покорностью. В противном случае отвергать или если это безразличное, то оставлять на свое усмотрение принимать или не принимать. Пожалуйста, вопросы возникли у кого-то. Задавайте. Идем дальше. 6 по 10 стих 1 Иоанна 4 глава. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения, возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Толкование. Выше апостол показал, с кем нужно обращаться и с кем не нужно. Теперь как бы прилагает печать к сказанному. Посему-то узнаем, кто имеет духа истины и кто духа заблуждения лжепророчества. Затем опять начинает речь о любви. Показав, что нужно любить некоторых, именно единонравных, возвращается к тому, что говорил в начале. Говорит, что любовь и любящий от Бога, что любящий и один только Он рожден от Бога и знает Бога, а не имеющий любви не знает Бога. Отчего же тот, кто не любит, не познает Бога? Это подтверждает следующим образом. Бог есть любовь. Это видно из того, что Он Сына Своего Единородного послал в мир, чтобы Он доставил нам истинную жизнь, и мы ожили через Него. Ибо как благостью называется Бог, потому что по благости создал мир мысленный и чувственный, так из любви к нам, послав Единородного Сына Своего в мир, в мир показал через сие, что Он есть и любовь. Посему и прибавляет в том любовь, то есть Симу доказывается, что Бог есть любовь. Потом, показывая превосходство любви Божией, говорит, Бог сделал это, то есть предал за нас собственного Сына Своего, не потому, что мы любили Его, но первый начал благодетельствовать нам по любви и послал Сына Своего и не только послал, но и собственно Его кровью соделал очищение наших грехов. Если же говорит Бог так возлюбил нас, хотя мы отнюдь не одинаковые с Ним природы, то гораздо более мы должны любить, любить сродных нам и узнав превосходство любви, оказывать ее другим. Ибо как виновен тот, кто не избирает достойное избрание, так похвала принадлежит тем, которые любят достойных любви, потому что они возлюблены. Мы же, расположив себя так, имеем то и другое. Мы и любимы, потому что нас любит и воспринял к себе в дети Бог, мы и возлюблены, потому что любим ближних. Вопросы? Идем дальше. Сережа, пару слов. Пожалуйста. Вот еще не закончил это, послал. Вот сейчас говорится, что послал и пришел. Это говорит о том, что он был прежде. Нельзя послать того, кого нет. Я говорю, заговорили там у мусульман, как в Коране написано, он просто родился о Деве Марии. А мы говорим, он был прежде всех век. Света, света, Бога истины, от Бога истины. То есть Христос, Бог истины, от Бога Отца, Бога истины. Рождено, не сотворено, а все люди сотворенные. Вот в этом разница. Если бы было просто написано, обратить внимание на слова послал, послал, и посылать-то, если никого не было, так и ничего и нету. это говорит о том, что он предвечный. Вот какой перевод взял. Переводчики могли бы написать, что родился. Вот и все. Отошел. Четырнадцатый стих. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем Мирус. Толкование. Иной, выслушав сие, мог спросить, на каком же основании говоришь ты о предметах невидимых? В ответ на такой вопрос он говорит, я и сам говорю, что Бога никто никогда не видел, но из любви друг к другу мы узнаем, что Бог есть в нас. И говорит это справедливо, потому что многие невидимые для нас предметы мы познаем из их действий. Например, души никто не видал, но из действий и движений мы убеждаемся, что она в нас есть и действует. Так и любовь Божию к нам мы узнаем через некоторое движение и действие. Если в этом нет ничего несообразного, то и сей святой муж прилично от действия доказывает, что Бог есть в нас. Какое же это действие? Чистая любовь к ближним нашим, она есть признак нашего пребывания в нем и его в нас, потому что потому еще, что он дал нам от духа своего. Ибо чистый рождает чистое и непорочное. И как через чистую любовь мы имеем общение с Ним, то отсюда мы, видевшие его по плоти, познали и свидетельствуем, что Отец послал его Спасителя миру. Чтобы совершеннее утвердить нас в таком нашем познании, он и сам давал объяснение о своем лице. Иногда говорил, Я исшел от Отца и пришел в мир. То есть Отец из любви к нам послал с неба в мир единородного сына своего. Иногда еще яснее, так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб. Евангелия Таана 3 глава 16 стих И Я пришел не судить мир, но спасти мир. Евангелия Таана 12 47 Итак, мы сами видели и от единородного сущего в недре отчим Иоанна 1 18 слышали и из действия взаимной любви познаем, что Бог у нас и дал нам от Духа Своего и мы в общении с Ним. Пожалуйста, можете спрашивать, высказываться. Игнать Тихонич, на это есть что добавили? Нет, нету. Продолжаем. 15-16 стихи. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в Нем. Толкование. После всего и возвращается к упомянутой речи и говорит, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том Бог пребывает. Потому что, как выше сказано, всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Этими словами апостол выражает и другую истину, что те, которые так исповедуют и имеют в себе пребывающего Духа, то есть Бога, и сами пребывают в Боге. Каким образом? Через любовь друг к другу. А вспомнив о любви, он повторяет все вышесказанное им о любви для того, чтобы более утвердить учение о любви. 17-18 стихи. Если никто не хочет спрашивать, продолжаем дальше. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучения, боящийся несовершенен в любви. Толкование. Бог есть свет, и святые его по изречению Евангелия, Матфея 5, глава 14, стих, суть свет мира и чуждые страха мучения, потому что исполнены любви к Богу. Хочу, говорит апостол, чтобы вы усовершились в любви так, чтобы в день суда нам иметь дерзновение пред Богом, потому что и он есть судья по собственному его изречению. Отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. Евангелия, это она, 5 глава, 22 стих. И что наше дерзновение будет пред Богом вочеловечившимся. Апостол выразил в следующих словах поступаем в мире всем, как Он. То есть, когда уже доказали, что Бог у нас и мы в Нем, то мы сами себе свидетели о совершенстве любви. Как Он в мире был непорочен и чист, почему и говорил, идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. В Англии Аттаана, 14 глава, 30 стих. Так и мы будем в Боге и Бог у нас. Если Он есть Учитель и Податель нашей чистоты, то мы должны носить Его в мире чисто и непорочно, всегда нося в теле своем мертвость Его. 2 Коринфянам 4,10 Если будем так жить, то будем иметь дерзновение пред Ним и будем свободны от всякого страха. Ибо достигши добрыми делами совершенства в любви будем далеки от страха. В подтверждение сего и прибавляет совершенная любовь изгоняет страх. Какой же страх? Сам Он говорит, что страх мучения, ибо можно иного любить и по страху наказания, но такой страх не есть совершенный, то есть не свойствен совершенной любви. Сказав это о совершенной любви, обязательно говорит, что мы должны любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас, и как Он прежде сотворил нам благо, то мы тем усерднее должны принуждать себя к воздаянию за Он основываясь на словах Давида «Бойтесь Господа святы его, ибо нет скудости у боящихся его». Иные спросят, как теперь Иоанн говорит, что совершенная любовь изгоняет страх? Неужели святые Божии так несовершенны в любви, что им заповедуется бояться? Отвечаем, страх двоякого рода. Один предначинательный, которому примешивается мучение. Человек, совершивший худые дела, приступает к Богу с боязнью и приступает для того, чтобы не быть наказанным. Это страх предначинательный. Другой страх совершенный. этот страх свободен от такой боязни. Почему он называется чистым и пребывающим вовек? Псалом 18, 10. Что же это за страх и почему он совершенный? Потому что имеющий его совершенно восхищен любовью и всячески старается о том, чтобы у него ничего не доставало такого, что сильно любящий должен сделать для любимого? Под страхом здесь, разумеется, страх предначинательный. Кто искренне любит Бога, тот творит угодно ему не по страху наказания, а по влечению к добродетели и по любви к Богу, не ограждая себя даже законным страхом, заключающимся в любви к хорошему. И тот страх, который делает что-нибудь для того, чтобы не подпасть наказанию, тождествен с первым. Посему и прибавлено страхи есть мучения. Вопросы? Дополнение может быть Игнатий Тихонович о страхе. Все уже сказано, да? все сказано. Надо бояться и все. Надо бояться? Конечно. Это Игнатий Брянщининов говорит, что если человек говорит, что вроде страха не надо, то говорит, начни сначала. Начало мудрости и страх Господень. Только бы не погибнуть, только бы душа в ад не пошла, только бы не оказаться в огне вечером. А я нет, я полюбил Господа и сразу все. Ну, вот такое дело. Сектанты все говорят, что страх не нужен. Мы спасены и все. А святые считают это обольщением. Особенно много об этом говорил Пимен Великий. Так что надо бояться всю жизнь. Апостол Павел об этом говорит. и говорит этот Давид со страхом и трепетом. Давид говорит, Павел говорит, совершайте свое спасение со страхом и трепетом. Оно не совершенное спасение, его надо совершить еще. Со стороны Христа сделано все, со стороны человека всю жизнь сделание. Почтите сына, дабы он не прогневался на вас. Это Давид говорит уже. Так, ну что ж, продолжаем тогда. 1 Иоанна 4 глава 19 и 21 стихи. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Толкование. Выше апостол с настойчивостью доказал, что любовь должна быть взаимная, переходящая от Бога к нам и от нас к Богу. присовокупил к всему, что если Бог так возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Теперь снова возводит речь к тому же и говорит, «Так как на нас лежит долг любить брата по примеру любви к Бога к нам и воздавая любовь к Богу, мы удовлетворяем этому долгу, то нам непременно должно любить брата для совершеннейшего доказательства любви к Богу. Ибо если этого не будет, то не сохранится и любовь наша к Богу, так как будет нарушен долг по отношению к ближним, долг, вытекающий из любви к Богу. Прибавляет и еще более сильное слово на обличение тех, которые хотят извращать божественную любовь. Апостол говорит как бы так, любовь очевидно образуется через обращение друг с другом. Обращение же предполагает, что человек видит своего брата и по обращению с ним еще более привязывается к нему любовью. Ибо видение весьма много привлекает к любви. Если же так, то кто ни во что ставит гораздо более влекущие к любви, не любит брата, которого видел, как может быть признан истинным, когда говорит, что любит Бога, которого не видел, который ни в обращении с ним не объемлется никаким чувством. Если кто-нибудь бесстыдно будет говорить, что Бога любит, а брата ненавидит, тот, извращая божественную любовь, оказывается сверх всего и преступником следующей его заповеди. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Иван Гриатана 13,35 посему кто любит Бога и старается быть его учеником, тот по заповеди его любит и брата своего. что добавить можно? Нет? Все вроде понятно. А под братом кто подразумевается? А кто говорит твой ближний, да? Да, да, да. Притчу о бедном самарянине ответ услышали. Кто твой близкий? Да, кто твой, кого любить, кто братом, кого братом можно назваться? Ведь много же лже братьев, которые называют себя православными, сами блудят, выпивают в текушку, а некоторые не в текушку, грешат. Так любить нам их или не любить? Брат он или не брат? Брат ты мне или не брат как в песне поет о Мерской войне? Хороший вопрос, Знай Тихонович, ответьте. Ответьте так. Найти в интернете произведение Федора Михайловича Достоевского и называется «Село Степанчиково». Он как раз на это и говорит. Фома Пискин. Там так подробно описано, что уже так не рассказать. Надо прочитать. Это не помешает для образованного человека. «Село Степанчиково». Вот такое название. Достоевский? Достоевский, Федор Михайлович. Вот ответ. Лучше говорит книжная мудрость, самобытная глупость. Почитаем. Продолжаем тогда. Первая Иоанна пятая глава первой и второй стихи. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Полкование. И это говорится в подтверждении вышесказанного. «Если мы от Учителя получили заповедь любить друг друга, то без сомнения, если веруем, что Учитель наш Иисус есть Христос, а Христос Он в том смысле, что есть Бог и вместе человек, должны соблюдать и заповеди Его, как Учителя и как Бога. Веруя же, что Он есть Бог, мы получаем имя детей Его, как и в Евангелии сказано. «Тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими». Евангелие Таана 1.12. «То есть, которые уверовали в Него, те и стали детьми Его». «Если же мы родились от Него, то без сомнения должны и оказывать должное родителю, то есть любить родившего. Если же все мы уверовавшие родились от Него, то мы должны любить друг друга и как братья, и как рожденные от Него. В подтверждении сего апостолы говорит, что любящий родившего любит и рожденного от Него. Потом опять говорит, что любовь к братьям или чадам Божьим доказывает любовь к родившему. Выше он говорил, что любящий Бога любит и брата своего, а теперь говорит, что любящий детей Божьих любит и Бога. И любовь к брату поставляет доказательством любви к Богу. То есть тут по-другому подход уже наоборот. Кто любит брата, тот любит Бога. Прежде говорит, кто как говорит, что любит Бога, а брата не видит, как же может он все утверждает. Продолжаем тогда, да? Третий, четвертый стихи, пятая глава 1 Иоанна. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его они тяжкие, ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Толкование. Связь такая. Любовь состоит в том, что мы соблюдали заповеди Его. Потому что всякий рожденный от Бога побеждает мир, поскольку полным доказательством любви к Богу. Апостол указал соблюдение заповедей, а некоторым думалось, что заповеди Божии тяжелы, то и говорит, и заповеди Его не тяжкие. Ибо что тяжелого в деле любви к брату? Что, например, тяжелого в том, чтобы посетить узников темницы? Ибо повелевается не выпустить из темницы, что было бы трудно, а только посетить? И больного повелевается не освободить от болезни, а только посетить? И голодному не повелевает предложить стол из многих блюд или ногому подать одежду, приготовленному из драгоценной материи, но доставить крайне нужное, чего ищет голодный ногой. Сказав это, указывает и другое побуждение к любви. Какое? Победу. Говорит, что через любовь к брату, соделывая себя детьми божьими, вы имеете уже и воздаяние за это доброе качество. Победу над миром, ибо рожденный от Бога побеждает мир. Потом объясняет, в чем состоит победа, и через это она совершается. Тему другим называет веру, то есть веру в Бога, которая, родившись от Бога, победила и проведила всякое неверие. И ни уйдей, ни эллин, ни еретик, не силен против него, против нее. А как вера побеждает не одна сама по себе, а вместе с имеющим ее, то прибавляет, и кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Кто же сей Иисус? Иисус Христос, пришедший водой и кровью. Пожалуйста, задавайте вопросы. ибо чал приветствуемся, Клейлин, давно не видели тебя. Спасибо, Господи, вот я тоже подтянулся. Так, ну, поднимались, и часа у нас остаются на вопрос. Может быть, кто-то желает спросить духовную тематику. Пожалуйста, задавайте вопросы. Наталья, Лариса, Надежда, Вячеслав, Валерий, Анатолий, Андрей. Можно мне спросить? Да. По поводу символа веры, Духа Святого, Истинного, Животворящего. А это можно где-то прочитать, найти в соборах? Это же на первых соборах утверждено, вроде как, было. Бога Истины, от Бога Истины и Духа Святого Истины. Да, я думал, можно. Не, Игнать Тихонича, в каких соборах? Вы находитесь в Москве, вам легче всего. Сходите на Бресеневку к отцу Кириллу. Он ведет по старому обряду, как князь Владимир принял до этой безумной реформы Никона еще. И вы увидите, все данные у него есть. С первого раза символ веры так и был принят. А потом все книги стали изменять, а в сознании это народа это осталось. Старобрядцы это так и держат. И он, главное, находится в московской патриархии. Нет, они старобрядцы. И вы там найдете у него абсолютно точные ответы на все ваши вопросы. он кандидат богословия, член Союза писателей, это редкий батюшка такой. Ну, Игнать Тихонович, ну а в двух словах, вот если так вот коротко... Бога истина от Бога истины, все равные святые, лица Святой Троицы, и вдруг слово истина отбросить, а туда что? Посягательство на Дух Святой, что он не истинный? Вот это одно из самых таких явно бросающихся в глаза, что не от Бога была эта реформа. Ну, зачем откаждаешь это, что оно само собой разумеюще, если давайте уберем, или что? Если бы не было сегодня, то мы бы об этом начали задумываться. А оно было, взяли, выкинули. Да. Как от Духа Святого, когда понятно, впереди же символ веры, говорит, истина от истины, а Дух Святой не истины. Было истины, отбросили. Вот, это с чем-то же было вызвано, то ясное дело, что это не от Бога. Да. Ну, и как теперь быть, просто смириться? Ну, как это смириться? Вот у нас только начали, мы сразу ввели, у нас был тогда епископ Вениамин, он сразу представил, говорит, в 71-м году, в 1971-м, сенат Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, принял решение снять все старые клятвы, которые безумно наложили приниканье, и равно спасителями признать то и другое. То есть, молись по старым или по новым книгам, по старому символу или по новому, которые исказили. так нам спрашивать, а мы на всякий случай спросили, заручились, и оказалось, что правильно сделали. Если, допустим, Вячеслав этот вопрос интересует, он может его поднять, допустим, на собрание, как вот у нас мы же ввели духа истинного. Ну и вы вводите все. Почему мы ввели? Мы никогда не смотрели на то, как сегодня люди делают. Сделали официально запрос, что по-русски считать, тоже было препятствием, и в Синод везде писали. Поэтому все библейское у нас считается по-русски, а остальное по-церковно-славянски. Все библейское, но если это библейское поется, как Отче наш или там Псалом 102, у нас это по-церковно-славянски, где пение, а где чтение, это Евангелие, послание, по Риме, все считается по-русски, по Синодальной Библии. Это официально разрешено собором с 17-18 года. Я вот хотел спросить, потому что если это вводить, нужно показывать какой-то документ, где это написано. Потому что сейчас я говорил по поводу старобрядчества, и мне человек отвечает, что старобрядцы, они, как это сказать, не ту веру, которую принес князь Владимир, держались, они образовали, там у них какая-то своя якобы традиция образовалась, а Никон только хотел вернуть к истокам. Вот так. То есть это нужно показывать человеку, как оно было. Сегодня сравнение делают, и ни одного места нет, где Никон исправил, чтобы не было испорчено. Уже доказано. И выражения другие, все. Духа Святого Господа истина. Почему не истина? Пусть один вопрос ответит. Было двуперстия, давай на троеперстия менять. Ну что-то люди не знали, там глубины, ну как пальцы-то прижимать? Маленьким детям ниточкой связывали, чтобы правильно крестилось. И вдруг неправильно было Аллилуйя, Аллилуйя, Слава тебе Божия, и вдруг три раза Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. А Слава тебе Божия означает по-русски Аллилуйя. Ну тут даже говорить не о чем, потому что явно дело искажение было. А я считаю, ну считай, ну вам один раз засвидетельствовали, все. Называется ревнитель старинного благосчестия. Вот как. Русский православный собор зарубежной церкви принес подлинное покаяние перед старообрядцами за то, что гнали их предки. И не за это ли постигла эта чума, говорит, в 17-м году нас за то, что мы тогда возгнали. Вот это единственно правильный выход. Почему была Великая Отечественная война, почему ГУЛАГ был, предыдущий грех испытания? Еще вопросы, пожалуйста. Андрей Анатольев, Валерий. Есть? Есть? Ну что тогда, еще? Алексей? А как вы думаете, что мешает нашему патриарху и вообще Синоду покаяться перед старообрядцами? Или никто не ставит вопрос такой? По-моему, давно он же назад. Понимаете, все намного глубже. Патриархию образовали в сентябре 43-го года Сталин и Берия. Это о чем-то говорит? Да, да. Фашизм был осужден Нюрбинским процессом, а коммунизм, который принес в сотни раз больше зла, беспокаянный. Ему Нюрбинского процесса не было. КПРФ с юганов смердят. И поэтому принес Папа Римский покаяние перед евреями. У русских гнали евреев будь здоров, покаяния нету. Гнали сектантов, убивали, покаяния нету. Гнобили старообрядцев больше, чем всех других, покаяния нету. Поэтому патриархия это не раскаянно, 5-й отдел КГБ, так его считали. Раз беспокаянные коммунисты, а они их производные, они не каются. Они по-другому не могут быть. У них чисто коммунистическое мышление. Обязательно должна быть какая-то организация. Даже на миссионерство и то посягнули сделать какой-то отдел миссионерский. Это подделка сатаны под свет ангела. Миссионерам нельзя быть по научению. Это дар божий, дар, в котором тысячи талантов должны быть, как Златоуст говорит. А у них так, чем более богохульно ведет себя, страшнее, тем больше он считается миссионером. Дворкина выписали из-за границы. Человек с двойным гражданцем бывший наркоман и шизопренник. Ничего страшнее нельзя придумать. Так, еще вопросы. меня слышно? Да. Вот такой вопрос хотел задать. Священное Писание нам говорит, что не судить прежде времени ни направо, ни налево. Игнатий Тихонович это часто повторяет. В беседе с людьми как увязать это с тем, что у нас у православных есть святые? Ну как это объяснить? То есть как будто бы их не должно быть, но тем не менее мы на них ссылаемся. Да. Вроде как говорим, что не надо судить, а вот церковь уже присудила, как бы им рай определила, и мы не надо это делать, но в самом деле просто понятен, найти хочу, отвечайте. А что отвечать-то? Нужно найти эту золотую середину. Я говорю, не должно быть, но церковь приняла, и я принимаю. И весь ответ. Я как православное щадо принимаю все, что церковь сделала. Все. Молюсь всем святым этим, которых канонизировали каждый день, но кого они проклинают в день православия, торжества, там меня нету. Спасибо, Христос. Слава Господу. И поэтому они за мной гоняются, тискаются, а дело собирают, они еще сделать не могут. У меня нет никакого учения, но я имею свое мышление, я говорю, вот это неправильно было сделано. Но раз церковь приняла, я подчинился. Хорошая позиция, понимаете? Не подкопаешься. Ну и еще, пожалуйста, вопросы. А вот недавнее событие, наверное, уже в курсе, то, что с космодрома ракета не взлетела в какой-то день, а на следующий день взлетела. И вот там по интернету вроде как распространилась весть о том, что освещенник освещал ракету вот эту, а Андрей Кураев отзыв такой об этом действии сказал, что священник должен быть ответственным. И вопрос в связи с этим, священник вообще может заниматься вот этим или это вообще не его дело освещать ракеты? Ну и об Андрею Кураеве, то есть он правомерно говорит, что священник должен нести ответственность за то, что ракета дала сбой как бы. Вот вообще. Они поехали в Китай на Олимпийские игры и давай там их освещать и продулися в пух и прах. Вот и все. Церковь то чем должна заниматься? Она наоборот должна только от этого мира дальше отгребаться. Кто любит мир, то нет любви очи. Ракета ракета сатана, которая самая страшная для американцев, поставили хранитель себе Варвару, римскую девушку, с ума посойти. Но вообще же освещение автомобиля оно как бы есть же, все равно как бы в путешествиях какое-то. Вот вы на благовестие допустим выезжали, у вас же по-моему было освещение автомобиля? Да, было, было. Нас благословляли три епископа. Три епископа благословляли, патриархийных притом. А как вот это как бы совместить и то, что ракетой не надо заниматься? Или то, что это как бы... А там мы на благовестие. А ракета то куда идет? Благовестие что ли? Это мы, члены общины. Стоит епископ здесь. Ну еще сравнить одно. Они благословляют туда. Они благословляют такое, что говорить страшно. Воины благословляют в Афганистане и везде лезут. Еще теперь должны утверждать это. Даже говорить-то и то боязно. Вот ты, Игнатия техничей сломалась газель по этому. Три епископа должны теперь оплачивать раз. Посветили некачественно из гарантии. Ремонт пусть оплачат. Еще раз пусть за тебя там. Освещение это же не страховая компания. Люди к этому так страховую компанию дорого. Попа подешевле пойдем чтобы попало. Люди померзкие все это эти обряды. Да может быть это промысел божий что там сломалось и где-то не доехал там не пересекся с другим автомобилем или что-то такое. Просто люди это не понимают они как язычники думают. то есть освети значит все в порядке должно быть. Наша газель вовремя сломалась если бы она не сломалась там говорят лоб в лоб шел там пьяный перед этим все так можно рассудить можно и посмеяться конечно а это о чем вы братья говорите не понимаю да шутим мой брат это обсуждение для новоначальных а вот еще можно задать вот такой вопрос я там не занимаюсь сильно эфир нет нет а у нас выберем есть пожалуйста если есть ли мистическая связь между действиями человека и последствиями которые могут отражаться на его родных то есть допустим я какой-то грех совершаю а предположим заболевает кто-то из моих там или супруга или сын или там родители мои то есть есть такая связь нужно ее как бы держать в голове так сказать или не надо на тихонько отвечайте дети не отвечают за отцов сын за отца не отвечает но иногда господь делает так что болеет невинный человек родственник которому ты привязан тебя господь долбит а тебя как сгустя вода а когда родственник заболевает ты приходишь в сокрушении покаяния а у него свои там были недостатки он для себя примет а ты принял через него страдания другого бывают дочери сына жены тебе более близки чем собственная кожа вот и все а не за грехи того до третьего четвертого поколения это отражается на них которые делали неправильно но если они делают правильно господь говорит ему если я даже сказал смертью умрешь то это отменяется об этом говорит из Икиль 3 главе 20 а вот говорят о родовых проклятиях к этому как относиться а откуда кто знает что оно было написано незаслуженное проклятие не сбудется а как воробей спорхнет и улетит или пойдет на голову проклинающего самое страшное проклятие когда ты будешь проклинать евреев тут тебе уже пощады не будет бог тебя сокрушит обязательно не проклинающий щадо Авраама не проклинать проклинающий будет проклят это уже закон а благословляющий будет благословлен а то жиды обобрали тут березовские да будь они проклятые все в Израиль в Иерусалим перегнали вот за эти слова ты будешь отвечать перед Богом уже почему запрет Бог сказал так так они жиды про них Иоанн Златоуст все говорили да говорили а ты не проклинаешь а ты им благословляешь чтобы они уверовали во Христа чтобы ждали не своего Машиаха Мессию а приняли Христа как истинного Бога так вопросы еще пожалуйста 15 минут у нас есть ну главное говорят о проклятии проклятие как проклят злословище отца и мать да русский народ весь проклят ругается вот и все проклят злословище мать это проклятие а не просто так он матер рассказал что значит матерно другой стоит тюбетейки торгует два слова не может сказать моя твоя а как заматериться чистым языком почему сатана и вот бывают люди упомешанные в дурдоме совершенно сумасшедшие не могут говорить а матерятся когда матерятся матерки даже пятиэтажные чисто разговаривают выговаривают это люди которые работали с ними свидетельствуют и врачи и психиатры дьявол можно вопрос да игнар тихоныч вот вы обращаете очень много внимания на то что житья ситры есть не по заповедям как к этому относиться например не врут не не делай не клянись никому не ебой не землей а они клянутся и когда начинаешь рассказывать житья ситры людям и говорят какие же заповедь но они канонизированы так что как будем это объяснять ну никак не объяснять не надо делан неправильно и все они за это ответят не оправдывают ничего и когда где-то клянуться когда я насчитывал житья святых я бил в колокол чтобы обратили внимание еще вопросов еще вопросик можно дать их да вот я пока не могу найти брата во христе но я хочу благовестное слово могу ли я своим каким-нибудь решением раздавать иван можешь 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 говорить то что знаешь что христос пришел на землю что он умер за грехи людям что знаешь что и говори говорить ты можешь любому в любое время даже когда будешь отлучен когда ты упал в грех в блуд все равно имеешь право говорить не в церкви на базаре на улице в дороге в поезде все вопросы так вопросов нет игнать тихонич что-то слово какое-то имеете народу боже еще сегодня молиться завтра сказать ночь бдение готовимся пасху христову встречать что сказать которая рядом мы говорим нужно десант бросить на потеряевку в субботу или в пятницу сегодня уже пятница завтра вот ну еще там после пасхи на день деревни 15 будет там приехать чтобы помочь мазать надо а вы пасху где встречаете по деревку поедете я нет кое-кто поехали мы по арнауле встречаем у нас с 10 начинается чтение деяния апостолов по-русски только по-русски считается по-русски ну а потом уже ближе к 12 начинается пасхальное богослужение без батюшки а батюшка приедет только в понедельник утром рано он в потеряевке встречает пасху а как у вас эта служба называется без батюшки лишь обедничей не назовешь как угодно называй зачем ее называть богослужение и все как возвращались из Америки и один там кажется Николай Савченко из Санкт-Петербурга из зарубежной церкви и нашего Евтихия спрашивает на отца Акима а как у вас там без вас вас же нету а как там служба идет а и наш епископ Евтихий говорит у него все как надо идет о себе позаботься у нас специально написано так называемое апостольское служение проверено архиереем как называется какие молитвы рожденные свыше вопросы эти никогда ставить не будут он знает с Богом есть связь рот зажали завязали ты один глаза выкололи твоя душа с Богом все равно отучить Бога ни что не может ни смерть ни начало ни будущее ни высота ни глубина рожденный свыше это знает можно еще вопрос да можно когда обличаешь брата в грехах и в делах если он не влонит церкви а сказано если ты обличил его и он не послушал тебя то приведи второго брата а если нет то приведи священника а он не влонит церкви ну а вне он тебе не касается не влонит церкви так и какой тут написано брата а вне вне церкви то что делается какое отношение имеет сказать я ему могу вообще если на месте курить дети тут рядом и материться призвать к порядку но они считают что они православные тогда спрашивать не еще православные не еще церкви как он православный то уже одно это говорит что не совпадение если он православный но не в церкви ему нужно благовествовать Христа сначала может благовествовать какой бы он ни был благовествовать может человек который только-только два часа обратился как бесноватый возле Христа я пойду он говорит иди возвеси что Бог сотворил тебе только что исцелил его и послал благовествовать вот ему нужно благовествовать этому человеку а когда он уже уверует по-настоящему да он скажет что да я верую вот тогда уже можно обличать о грехе вот так вот и делается а так метать бисер перед свиньями что же если он еще не верует в Бога как он себя там называет хоть горшком только в печь не сажай это все православный тот кто верует во Христа и его личным спасителем признает что Христос меня омыл что умер на меня вот сегодня великий питом без тьма до девятого часа вот до трех часов дня с часу до трех сейчас вот спаситель лежит готовят по гребению Иосиф Аймафейский с Никодимом мы вспоминаем в пяток великий самый послый день в году да еще вопрос пожалуйста задавайте ну что когда заканчивать будем или еще стих прочтем да можно вот я опоздал по своему вот так давай ради Сергея и стишочек так 1 Иоанна 5 глава 5 6 стихи кто побеждает мир как не тот кто верует что Иисус есть Сын Божий сей есть Иисус Христос пришедший водой и кровью и духом не водою только но водою и кровью и дух свидетельствует о нем потому что дух есть истина толкование в словах всякий рожденный от Бога апостол упомянул об усыновлении Богу и о рождении а это вместе совершается через святое крещение посему говорит все есть пришедшие водою и кровью Иисус Христос возрождающий и делающий нас сынами Божьими ибо это подразумевается и как следствие в словах рожденный от Бога побеждает мир как рожденный водой и кровью ибо пришедший Иисус Христос возрождает водой и кровью и опять прибавляет с повторением слова не водой только возрождающей но водой и кровью ибо хочет прежде доказать прославление усыновляющего нас Христа потому что прежде усыновлен Богом человек сущий во Христе а потом Христос через свое усыновление даровал и нам такое достоинство а сыноство его объявлено трижды один раз при крещении на Иордане когда отец свыше свидетельствовал что крещаемый есть сын возлюбленный и так пришел водой то есть объявлен сыном Божьим и Диана крест говорил прославь меня ты отче и когда принесся глаз и прославил и еще прославлю которые слышавшие приняли за гром читаем Евангелие от Иоанна 17 главе 5 стихе 12 главе 28 9 стихе духом когда как Бог воскрес из мертвых ибо воскрешать самому себя свойственно одному только Богу а словом дух называется Бог как можно видеть из изречения Бог есть дух Иоанн Геоттана 4 24 итак при свидетельстве трех крещения креста и воскресения о сыновстве Иисуса сыновство Господа непререкаемо а через свое сыновство как начаток всего рода человеческого он даровал и нам право быть сынами Божьими Исии 3 в одном Христе ибо это значит выражение Исии 3 едино то есть по отношению к свидетельству о Христе нужно знать что некоторые из отцов слово дух разумели не о воскресении Христа но о отце когда он возвал на Иордане сей есть сын мой возлюбленный в котором мое благоволение Матфея 3 17 так как Бог есть дух сказав это подтверждает слова свои доказательства от меньшего если мы принимаем свидетельство человеческое о чем либо не тем ли справедливее должны принять свидетельство больше от Бога ибо это свидетельство о Сыне Божием то есть в Христе не от самого ли Бога итак верующий в Сына Божия что Он есть Бог как Сын Божий имеет свидетельство в самом себе потому что верующий и сам усыновлен через Иисуса усыновленного Богом а неверующий виновен в двух отношениях в неверии представляя Бога лжецом и в том что лишает себя усыновления а через это и жизни вечной которую Христос имеет в самом себе как Евангелие сказано в нем была жизнь 1 главе 4 стихе Евангелия 3 стихе 3 стихе а кто не имеет сына Божия через крещение тот не имеет и жизни тот мертв ибо принимая нас мертвых прегрешениями он воскрешает через святое крещение каким образом потому что кто через погружение в крещение испогребся со Христом тот мертв для мира то есть для мирских похотей и живет уже не для мира но для Христа 1 молимся спасибо достойно не сердцова истину блажите к Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую Херубин и славнейшую без сравнения Серафим без истинья Бога славороженную сущую Богородицу Тебе величаем Дайте Игорь помолитесь Отец наш Небесный во имя Иисуса Христа Спасителя нашего пострадавшего за наши грехи на Голговском кресте и воскрешшего для нашего оправдания благослови нас в радости встречить Пасху Христову и быть истинными Твоими свидетелями жить в Духе Святом Хвала Тебя за все Отец Сын и Святой Дух Аминь и Божь Переправится Духа Духа